Это невероятно! Он реально работает! Просто не верю своему рту! Некоторые дни я метанакерована ела чеснок. Еще для того, чтобы сегодня сделать эксперимент и покажет его ногой. Дело в том, что теоретично в составе чеснока есть молекулы, которая может проникнуть через скольный барьер. Наплевавши на гидрофильные, гидрофобные слои, про которые я рассказывала в преднем видео, как Дэвид Копперфильд, который проникал через великую китайскую стену. Только Алицин может проникнуть через великую скольную барьер. Но это невероятно! Я попробовала сегодня сделать контакт чеснока со скорой и проверить, что я действительно чувствую смак чеснока в носу, роте и во всем теле. А еще, когда я буду делать эксперимент, я расскажу вам все интересное, доброе и теплое про чеснок, что я накопала у науковой литературы. Поехали! Нам потребуется днушка, чеснок, давилка для его, шклянка, нож, пакеты. Проверим ее герметичность методом парашютика. И шкарпетки. А теперь начнем с того, что режем наш чеснок. На самом деле даже два зубка достатково. Но сегодня я хочу острых чувствований. А теперь ждем часа. А когда я ждем, поговорим про чеснок. Диквось. Учим секрет суперздольности чеснока проникать внутрь организма. Адметный смак и пах чеснока идет от органичных речевов с серой. Яны заховываются у кожной клетачцы чеснока. У той же кожной клетачцы, али у особном отделе яя, у так званом вакуоли, заховываются и речевы энзимы. Энзимы при контакте с сероорганичными речевами разбираются пошния. Контакт твой отбывается, когда мы механично разбираем будову клеток. И склад разных отделов клетки перемешивается. Например, по час резки або переверывания. Одна из молекул, которая отворяется по часы разбирания клеток чеснока и мешанины его складников, зовется алицин. Это она может проникать скрозь скорую, а тут кровоток и разносится по всему телу. Серый кислород, связанный двойной сувязью у той молекулы, алицин, да помогают ее изробить это. Такая же отметность есть и у растворальника ДМСО, яки вядомы выдатны с дольностью проникать скрозь в скорую и наватягнуть за собой инших. Гэтым ли он и токсичны? Для працы с такими растворальниками Симику треба пойти под вытяжку, одеть халат, пальчатки. А с чесноком никаких продастерок быть сам бы нема. Але! Такий вось дивный пах, водар я чуваю. Як бы ця бы уносит чеснок. Уроки як ранее сліна на смак, як звычайная сліна, ніякого нема смаку чеснокового, али водар, водар, линфа ухюль. Але не гэта холодная. Вельмі мощна пяча. И як толькі я спыняюся казаць и чытаць, а просто гляжу на свои ноги, очування, што боль узмацняецца. І я нават не ўпэлнена, што я вытрымаю цэлую гадзіну. Можна рухаць, можна рухаць. Окей. Мы спыняем експеримент. Прошыл пау годзіны. І на самарач восьре чуванні невыносны ўжо. Ну што, паглядзім. Я думу, там ёсць покраснене. Слухайте, на самарач ено ёсць. Збачыцца. Оооо. Стала лягчай. Паайду хуцчай мыць. Хачу позбавляцца ад гэтаха хуцчай. Аз часныком ніяких прадастярох быця бы няма. Олеш, часнык можна мочна насшкодзіць здарою. Первое. При долгом сильном контакте со скорой, в артикулах пишут про ночь под пленкой, зафиксованы выпадки опеков, утворения шнаров и адмирания скоров. Вот этот пункт я недооценила в своем эксперименте сегодня. Не повторяйте моих помилок. Другая передаста рога с чесноком. Как и все продукты с низким pH, то бы кислотные, у чесноку при полных умовах может начаться рост бактерий Кластридиум ботулиниум. И может это серьезно наскодить. Можно захворять ботулизмом, то бы к параличам тягнуть тело. Какие же умовы приводят чеснок до этого? А такие. Вильгать, покойовая температура, недоховая кислорода. Такие умовы створаются, когда покласти почистенный чеснок в вакуумный пакетик и покинуть при покойовой температуре. Або залить маслом и так само покинуть без холодовни. Немного масла с чесноком заховывать при покойовой температуре. Гуляют в интернете пропоновы поднимать в кислоте чеснок, что-то водцет или бонного сока, а потом класть чеснок в аллеи. Аллея справа, это все ровно довольно разыковая, уличываючи, что три фактора роста бактерий все еще заховываются. Альтернатива может быть наступная. Подравленный чеснок смешать с аллеем в пропорции 1 до 2 и покласть в ледовню. Такая масса, дякуючу аллею, будет удобна для выкористания, а так само не сапсуется. Еще одна проблема с чесноком. Йон повышает риску кровотеку. Больше за один зубок не варто споживать перед операциями, родами и экстремальными споборництвами. На этом все. Немножко давать и дать. Может усу? Ну а что, все ровно, я забиваю все бактерии, микроби, вирусы.